Гомельская правда – наистарейшая газета нашей краины. В наступном году коллектив рыхтуется цветковать ее 100-годовый юбилей. А кроме шматграны журналистской деятельности, супрацовники газеты освоивают и новые на прамке развития. До прикладу, больше 4 года на территории редакции функционирует выдавецкий дом, где ведется выпуск разной полиграфической продукции, начиная от визитных карток и паштовок до книг, билбордов и баннеров. Пришим выдавецкий процесс включает в себе и написание тексту, и фотосдымку, и распроцовку дизайнерского оформления. На рахунку выдавецкого дома «Гомельская правда» – такие буйные проекты, как «Гомельская губерния», «Гомельшина уникальная» и «Гомельшина аграрная», «Гомельшина житет после Чарнобыля». Газета активно развивается и у интернет-просторы, постоянно удоскональывающий свой портал «Правда Гомель». У ближайших перспективах открытие уласной радиостанции «Правда Радео». Ближайший наш творческий проект – это открытие «ФМ-радио», которое будет называться, или называется уже «Правда Радио». Думаем, что вещание начнется где-то в середине, во второй половине августа, и пока территория Гомельской области и вокруг ее 30 километров, поэтому будем рады своим новым слушателям. До церемонии узнагороджения переможцы областного огляду конкурсу не только ознайомились с работой редакции газеты «Гомельская правда», але и приняли удел у круглого стола на тему, друкованное выданию в сучасных умовах. У целом творческий конкурс и родпроставников СМИ, який что год проводится Гомельским областным объединением профсоюзов, накерованы на то, как глубей познайомить что-то шоу с громадсковажной профсоюзной деятельностью. Нам хочется, чтобы люди больше знали о профсоюзной работе, не о функционерах профсоюзных, а именно о работе, которая происходит в трудовых коллективах по инициативе профсоюзных комитетов, на территориях. Есть много интересных примеров, но на фоне этого есть много очень интересных людей, причем подвижников, я имею в виду общественников, которые действительно делают свою общественную профсоюзную работу интересной. Подчас врачистой церемонии переможца областного огляду конкурса на лепшую публикацию о профсоюзном руху отрымали дипломы и подарунки. Что вот это творчество с поборницей набирая обороты, все ли таколькость заявок на удел повеличилась у двоя. Было представлено коля 400 публикаций из 19 районов Гомельской области. Конкурс на лучшее освещение профсоюзного движения, он, по-моему, самый близкий для журналистов, потому что мы работаем вместе, мы работаем, рассказываем о людях труда, работаем в трудовых коллективах. Я думаю, что журналисты Гомельщины активно будут продолжать работать в этом направлении, освещая хорошую, продуктивную, результативную работу профсоюзов. Усе переможцы отрымали заслуженные узнагороды, они которые навод выказали архкомитету свои конструктивные пропоновы. Как сделать в этой зараз масштабный конкурс, я еще больше за потребованием сиротсродка у массовой информации Гомельщины. Вероника Врашилина, Валерий Гопанько, пели Радоэ Кампания, Гомельщины.